Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Я очень рада, что вы нашли немного свободного времени, чтобы открыть это видео для просмотра. Поговорим сегодня с вами про продукцию с сайта iHerb. Покажу вам те средства, которые я использую. Точнее, начнем мы со съедобного. Обещаю вам всегда при распаковке показывать что-то вкусненькое и интересное, либо наоборот то, на что не стоит обращать свое внимание, на что не стоит тратить деньги. Ну и несколько косметических средств тоже покажу, потому что одно съедобное показывать видео не совсем интересно для многих, я так считаю. Итак, начинаем с детских витаминок. И у меня очень часто мамочки спрашивают, какие витамины своим детям покупаю я. Одно время я заказывала им витаминный парад зверей в виде зверюшек с тремя разными вкусами, но мне лично они кажутся несколько кисловатыми. Сыну моему они безумно нравились, и мы повторяли их дважды. Но вот мне, как маме, вот этот вкус слегка кислый не очень понравился, поэтому я начала искать витамины по своему вкусу. У меня есть еще другие, другая марка, которую используем. Но вот сейчас в буквальном смысле, прям вот смотрите, всю банку доели на перегонки и сын, и дочка. Я консультировалась с педиатром по поводу вот этих витаминов, и она сказала, что да, конечно же, принимайте витамины, вещь необходимая. Меня очень часто спрашивают, советуюсь ли я с доктором. Но, конечно же, не сама же я всегда назначаю какие-то препараты. И порой, я вот за что еще люблю своего педиатра, она спрашивает мнение мам, что мы используем, какие можем дать рекомендации. То есть это человек, которому я очень доверяю, и вот у нас есть взаимная такая, знаете, связь. Она что-то советует, и в то же время она прислушивается к рекомендациям, если что-то дельное советуют ей родители детей. То есть вот замечательный врач, за что я ее очень люблю. Вот смотрите, вот такие витаминки очень нравятся моим детям и мне. У них отличный состав, здесь прям целый набор. Это поливитамины плюс минералы. Здесь цинк, магний, йод, кальций и всевозможные витаминки. Осталось их прям вот совсем чуть-чуть на донышке. Они в виде мишек, вот такие. Желейные медведи с хорошим составом, с ягодным вкусом. И они не кислые, вот такие, знаете, как вырви глаз. Нет, очень приятные мишки советуют принимать детям с 2 до 4 лет по 2 в день, а детям старше 4 по 3 в день. Но я стараюсь максимум 2 в день давать детям, несмотря на то, что Антон у меня уже намного старше. Но перебор вот в этих витаминах тоже ничего хорошего, я думаю, не принесет. И еще покажу вам одну добавку. Это имбирь в капсулах. К сожалению, вот так отвалилась крышка, но это не самое главное. Капсулки выглядят вот таким вот образом. Вы знаете, удобные они для проглатывания. Для чего я его купила? Я вообще верю в целебную силу имбиря. И дальше я вам покажу еще один продукт имбирный. Когда болит живот, ну бывает такое, знаете, что-то переел, может быть, что-то несвежее съел. Но где-то обычно, когда мы уезжаем в поездку, я беру с собой вот это. Потому что может быть даже немного другая пища по качеству. И уже кишечник начинает, желудок начинает реагировать. Вот это бурчание в животе неприятное. Особенно у детей такое случается. Поэтому вот этот имбирь я всегда держу с собой. Советую принимать по 2 капсулы. Я так и делаю. Если это ребенок, то даю по 1 капсуле. Помню, мне еще терапевт говорил. Я у него спрашивала, а имбирь не вредный? Потому что он такой вот ядреный, жгучий. Он сказал, для кишечника это вообще лучшая вещь. Потому что он в буквальном смысле стерилизует кишечник. Вот я запомнила эти его слова. И теперь первое средство у меня это имбирь. Если заболел живот. И вот такие имбирные слайсы. Точнее, это даже не слайсы. Вот такие вот имбирные засахаренные кубики. Я покупаю. Это у меня уже муж-любитель. У него всегда проблемы с горлом. То есть, если вдруг начинает он заболевать. У кого-то из носа потекло. У него сразу на горле все оседает. И только он чувствует першение. Он сразу спрашивает, где мой имбирь. У него имбирь повсюду. Даже в машине. Даже на работе в тумбочке, в столе лежит имбирь. Он отсыпает все это в пакетик. И начинает его сосать, жевать. И горло действительно успокаивается. То есть, да. Даже живот, если болит, то он не капсулу принимает. А вот такой имбирь жует. Имбирный чай мы делаем. И вообще имбирь в нашей семье. Это тот продукт, который мы очень ценим и уважаем. Потому что он работает для всего организма в целом. Недавно открыла для себя нектар агавы. Именно вот такой светлый лайт. Потому что есть еще такой более концентрированный темный. Вот тот мне не понравился. Я как-то заказывала. И долгое время я не рисковала вообще покупать что-то из агавы. Но вот тут почитала комментарии, почитала отзывы на iHerb. И думаю, ну дай попробую. Он ухвалит. Говорят, что очень вкусно и детям нравится. И вы знаете, я влюбилась в буквальном смысле в этот сироп. Он такой густой. Напоминает по вкусу. Сахарный сироп густой. Такой немного карамелизированный. И вот свежий мед в смешении дает вот такой вот потрясающий вкус и аромат. Его можно прям вот и с чаем понемножечку. Он очень сладкий, он очень вкусный. Никакой терпкости, горечи, вообще ничего постороннего нет. Приятный очень сироп. И нравится и детям, и взрослым. И я сейчас его очень активно использую в выпечке. Когда я делаю что-то наподобие плюшек. То есть такие, знаете, ракушки, вертушки, как их назвать. Я раскатываю тесто в пласт. Смазываю слегка вот этим сиропом. Для того, чтобы дальше посыпать немножечко сахаром. И он прилип. Но, кстати, да, сейчас даже вместо сахара я стала использовать вот такой финиковый сахар. И он тоже нравится и детям, и взрослым. Вообще, чуть попозже я про него расскажу. Сейчас про сироп агавы. Замечательный. Очень-очень вкусный. Советую. Он прям вот реально сладкий. Его нужно немножечко. Но еще говорят, что он и полезный. Во всяком случае, лучше, чем тростниковый сахар. Я использую тростниковый, обычный белый сахар. Но вот эта вещь стала прям вот реально моей находкой и открытием. Еще ни одну бутылку я куплю. Если вы сластены, то советую присмотреться. Очень-очень-очень вкусный сироп. Про финиковый сахар я тоже вам неоднократно уже рассказывала. В выпечке я его использую. Добавляю в кексы. Вместе с тростниковым сахаром не как полную замену, а вместе для того, чтобы придать определенную нотку, определенную изюминку, вкусу. Это смолотый финик. Он полностью не растворяется. То есть чай или кофе с таким финиковым сахаром попить нереально, потому что это будет ощущаться крупиночками. А вот в выпечке он просто бесподобен. И вот сиропом смазываю я сейчас пласт теста и дальше посыпаю вот этим сахаром и немножечко обычным белым. Скатываю в рулетик, разрезаю и дети с удовольствием едят такие плюшки, ракушки, вертушки, как ни назови. Но получается очень вкусно. Поэтому советую попробовать тоже. Если вы никогда не заказывали финиковый сахар, хоть один пакетик себе возьмите на пробу, не пожалеете. Какое-то время назад я заказывала масло виноградной косточки. И как видите, очень активно мы его используем. Я добавляю его в салат. Точнее делаю заправку на основе вот этого масла. Очень вкусно. Добавляю сюда немного яблочного уксуса, либо лимонного сока, скорее лимонного сока, потому что в любом случае это полезнее. Чуть-чуть сахара и немного специй, типа гранулированного чеснока, молотого перца черного. И получается обалденная, очень вкусная заправка. И масло виноградной косточки считается очень полезным маслом. Поэтому активно его употребляем. Дальше у меня здесь две баночки копченой паприки, которая стала тоже хитом на iHerb и на YouTube, кстати. Потому что именно YouTube блоги расподвигли меня на то, чтобы я приобрела на пробу. Кстати, вот именно эта баночка вот этой марки более всего разрекламирована. Но я также решила прихватить паприку от своей любимой марки Simply Organic. У меня от Simply Organic очень много специй, поэтому решила и паприку тоже заказать. Почему бы и нет. Использую и ту, и другую. Вы знаете, может быть вот эта все-таки паприка немного более копченая. Более такая, что аж прям начинается активное, знаете, слюноводеление. То есть более яркое по вкусу, по аромату. Но вот эта тоже не особо сильно уступает. Поэтому в принципе, ну по цене особой разницы нет. Поэтому можно брать и ту, и ту. Это немножечко мягче. И по запаху, и по вкусу. А вот это аж прям такая, знаете, огонь. Вот реально прям начинают слюнные железы сводить. И да, очень хочется прям что-то сейчас съесть и посыпать сверху. Я добавляю ее и во время приготовления блюд. И также мне нравится уже готовое блюдо посыпать. Потому что не всегда я могу ее использовать. Но вот дети не все любят. Например, у меня сын не очень любит копченую паприку. А Даша даже уважает. Но поскольку мы всегда вместе питаемся, поэтому я стараюсь уже готовое блюдо посыпать. Так будет намного безопаснее. Отличная вещь. Да, буду обязательно заказывать. Замечательная специя, которая прям добавляет такого огонька в блюдо. И еще из съедобного покажу вам два чая, которые я заказывала. И тот и другой чай в пакетиках. Причем один мне понравился. И я обязательно его повторю. Органик Ти вот такой с клубникой, с ароматом клубники. И второй чай не произвел совершенно на меня никакого впечатления. Заказывать больше не буду. Но сейчас по порядку. Вот так выглядят пакетики. То есть они идут в индивидуальной упаковке, что очень удобно. Иногда даже можно куда-то с собой прихватить этот пакет. Да, здесь 25 пакетов упаковки. Хороший чай. Вкусный. И действительно есть аромат клубники. Он не яркий. То есть вы не чувствуете такой, знаете, как вот клубничная эссенция. Нет. Он легкий, едва уловимый. Но в то же время аромат клубники я здесь чувствую. Поэтому этот чай мне понравился. Но вот этот, девчонки, я не знаю. Может быть со мной что-то не так. Я вообще очень люблю чай с корицей. Но вот этот чай, боже мой, даже открыть его не могу, совершенно как-то мне не понравился. Я вот даже его вдыхаю и чувствую какой-то вот химический аромат. Ой. Он прям набивает мне оскомину. Сейчас я вам покажу. Вот такие пакетики. Пакетики очень интересные. Какие-то тканевые, прям сетчатые. Очень хорошо отдает вкус, аромат. Крепко заваривается этот чай. Там даже кусочки сушеных яблок. И вы знаете, вот я вдыхаю его. И вот эта вот слащавость уже на горле у меня прям осела. И я чувствую, что я не хочу больше его. Я не знаю почему, но вот даже когда пьешь этот чай, он прям реально сладкий. Вот какой-то такой подслащенный, как будто бы чем-то. Первый раз я встречаю такой чай с корицей. И у меня прям вот к нему некое отвращение. Если пробовали подобный чай, напишите, что со мной не так. Потому что, ну, обычно хвалят. И я вообще люблю чай с корицей. А вот этот просто для меня нет, нет и нет. Из косметики, как и обещала, давайте покажу три продукта. Первое это набор каялов от Physicians Formula. На сайте они представлены в двух оттенках. Наборы именно в двух оттенках. Я выбрала, не знаю какой, я вам напишу обязательно под видео. Все номера, все ссылочки, как всегда, оставлю. То есть здесь три цвета. Черный, коричневый и вот такой светлый. Мне очень нравятся эти каялы. Черный пока я еще никак не использую, не нашла им применения. А вот тем, который средний, я подвожу вот так внешнюю сторону глаза. Снизу по линии роста ресниц. А вот этим светлым уголок глаза выделяю тоже снизу, сверху. Чтобы сделать глаз более отдохнувшим. Сводчи сделаю сразу трех оттенков. Самый светлый, он выступает именно как хайлайтер. Он поблескивает, его особо не видно. Но в то же время, когда я его наношу на глаза, то, естественно, видно, что я что-то использовала. Средний оттенок. Такой коричневый тоже, с мерцающими блесточками. И черный. Очень яркий, очень пигментированный. Сами все три каяла. Все эти три каяла очень мягкие, очень кремовые. С ними легко работать. И в принципе, они достаточно долго держатся. На слизистую наносила по водной линии. Они не держатся. В этом их определенный минус. Но я и не собиралась наносить их на слизистую. А вот по линии роста ресниц как раз-таки очень хорошо. Я сейчас очень активно использую вот этот лосьон от EOS. Вот в таком сиреневом флаконе. Очень мне понравился. У него потрясающий такой цветочный аромат. Я от него просто балдею. И текстура. Очень легкая текстура, которая при этом замечательно увлажняет кожу. И пленкой не ложится этот лосьон на поверхности. Быстро впитывается. И запах просто невероятный. Очень нежный. Какой-то очень цветочный. И с удовольствием использую. Да, вот так открывается этот лосьон. Очень удобно. Достаточно мягкий флакон, который удобно. Сдавливать легко. И как бы проблем с дозированием совершенно не возникает. У меня есть еще и розовый. Но вот пока я отдаю предпочтение именно вот этому сиреневому цвету флакона. И закончу свое видео я вот на таком скрабе. Это шоколадный скраб. Горячий шоколад от Giovanni. И вы знаете, мне он так нравится по аромату, по текстуре. Мне, честно говоря, даже жалко его иногда использовать. Потому что он очень классный. Вот если закрыть глаза и поднести эту баночку к носу, то вы никогда не скажете, что вам дают понюхать косметический продукт. Это ореховая паста. Вот прям реально ореховая паста с темным шоколадом. Вот по-другому никак не скажешь. Я даже проводила эксперимент. Мои домашние закрывали глаза, и я им давала вдохнуть этот аромат. Но никто не сказал, что это скраб для тела. Очень вкусно пахнет. Вот прям реально неприятно, а вкусно пахнет. Такой съедобный кондитерский аромат. И замечательно скрабирует кожу. От всей души могу советовать. Единственное, что, конечно же, достаточно дорогой продукт. Но для того, чтобы доставить себе удовольствие, иногда можно его и приобрести. На этом я с вами буду прощаться. Если у вас есть свои любимчики с iHerb, обязательно мне об этом напишите. И также, если вы знаете продукты, которые не стоит покупать, на которые не стоит тратить свои деньги, может быть, вы что-то приобрели и вас это разочаровал, то тоже обязательно об этом пишите. Потому что я фанат сайта iHerb. Я что-то там постоянно выбираю, смотрю. И совершенно не хочется купить тот продукт, который меня разочарует. Поэтому, если вы можете меня предостеречь от покупки чего-то не стоящего, обязательно сделайте это в комментариях. Я буду вам благодарна. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Всех целую и обнимаю. Субтитры подогнал «Симон»